Здравствуйте! В эфире МТРК новости. В студии работает Ксения Куценко. В этом выпуске вы увидите. Новая жизнь биохима и комбинат по производству комбикорма. Какие масштабные проекты реализуют северказахстанцы? Акимобласти Кумар Аксакалов продолжает знакомиться с работой крупных предприятий и крестьянских хозяйств региона. Убрали мусор, покрасили бордюры, подмели тротуары. Первый субботник прошел. Какие еще планы по благоустройству Петропавловска у местных властей? Все обвиняемые получили срок. В Петропавловске судья вынес приговор по громкому делу по избиению баскетболиста Игоря Нанаева. Сколько лет проведут за решеткой пять человек? Теперь обо всем подробнее. Биоэтанол начнут производить в Северном Казахстане уже в следующем году. Бывший биохима, сейчас это завод Bio Operations, наконец заработает. Сейчас там идет реконструкция. Оценил масштабы будущего производства глава региона. Кумар Аксакалов побывал с рабочей поездкой в Таиншинском районе, а также посетил Акжарский и Уалихановский. Там первый руководитель области встретился с местными аграриями и бизнесменами. Подробности далее. Это завод Bio Operations, бывший биохим. Предприятие простаивало несколько лет, а сегодня его восстанавливают. Приступили к реконструкции в декабре 2016. Вскоре начнут перерабатывать пшеницу и производить топливо биоэтанол. Запуск уникального проекта позволит создать свыше 220 рабочих мест на начальном этапе. Мощность переработки составит при полной загрузке 660 тонн переработки зерна в сутки. Соответственно, готовыми видами продукции будут являться крахмал, пшеничная клейковина, корма для жидного водства и биоэтанол. Цех по производству клейковины и глютена. Сейчас оборудование простаивает, но уже во втором полугодии 2017-го здесь закипит работа. Сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы этот завод был запущен. И до конца этого года пошагово мы договорились с руководством завода, что мы будем делать для того, чтобы этот завод наконец-то заработал. Для нас он очень важен, поскольку глубокая переработка зерна – это путь, направление, куда должны вообще двигаться сельское хозяйство. Крахмал и глютен к концу года, а в 2018-м запустят производство биоэтанола до 10 тысяч тонн за 12 месяцев. Вместе с этим заводом вновь должны заработать еще несколько предприятий района, отмечая таким области. Это свинокомплекс на 50 тысяч голов и мясокомбинат. Наша задача сейчас совместно теперь с руководством этих компаний, так работать с Банком развития Казахстана, выстроить некую дорожную карту для того, чтобы эти проекты тоже были запущены. Тем временем главу региона ждут местные аграрии. Подготовили целую выставку собственной продукции. Таиншинцы выращивают картофель, овощи, кормовые. В этом году подзерновые и зернобобовые отвели 350 тысяч гектаров. Около 150 тысяч займут масличные. Это почти на 60 тысяч гектаров больше, чем в прошлом. Под пары оставили 67 тысяч. Важно не только выращивать пшеницу, но и перерабатывать ее, напомнил Кумар Аксакалов. Акцент на это делает и президент в своем новом послании. Также глава региона говорит о необходимости развития еще одной сельхозотрасли. Животноводство – это путь, куда мы должны двигаться. Это вид бизнеса, который приносит прибыль. Понимаете? Этим надо будет и заниматься. Поскольку у нас огромное количество людей, которые сидят пока без работы. А чем их занимать? Занимать только тем, что разводить животноводство. А теперь знакомство с товариществом с ограниченной ответственностью «Кокщетехстрой». Завод запустили в 2012 году. Производят полиэтиленовые трубы для водопроводов. В прошлом году здесь появился новый цех по изготовлению труб для тепловых сетей. В районе активно развивается малый и средний бизнес. Зимой в ТНШ открылся развлекательный комплекс «Люксор». Это стало возможным благодаря участию в проекте «Дорожная карта занятости-2020». Работу здесь нашли свыше 50 человек. В этот же день глава региона посетил Акжарский район. Хозяйство «Бикет» – одно из крупнейших в Ленинградском сельском округе. В рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» здесь строится молочно-товарная ферма на 600 голов. А в скором времени оборудуют цех мощностью до 8 тонн в сутки. В хозяйстве у нас имеется на сегодняшний день 1219 коров-коровец и 1100 голов-лошадей. На сегодня из них порода сементальская 500 коров и аулукольских 270 коров. На сегодня уже оттелились 70 сементальской породы. Надой пока идет в день, мы 2 тонны надаиваем. Оборудование, думаю, привезли уже в Весвале немецкое оборудование. Но по плану где-то в начале мая мы его запустим на 600 голов. Глава региона встретился с местными аграриями. Кумар Аксакалов интересовался готовностью к предстоящей посевной и акцентировал внимание на развитие животноводства. На молоко спрос есть. У нас в области 100 тысяч человек безработных. Нужно, чтобы это число сокращалось. Необходимо создавать животноводческие фермы, тогда и работа будет. И мясом, и молоком будем обеспечены. Нужно охватывать население работы. Мы об этом должны думать. В районе 34 товарищества и 218 крестьянских хозяйств. 53 из них занимаются животноводством. В этом году в планах у местных крестьян увеличить поголовье крупного рогатого скота и расширить посевные площади. Посевные площади мы в этом году увеличили на 31 тысяч гектаров. Это значительные площади. Мы в прошлом году для этого готовили земли, паровые участки распахивали. Общая площадь составит 267 тысяч гектаров. Из них масличных составит 20 тысяч гектаров. Увеличение масличных составит в два раза в этом году. Кроме масличных, в этом году технические культуры, бобовые увеличиваем на 700 гектаров. В этом году пять семей из южных регионов Казахстана переехали в Ленинградский сельский округ нашей области. Местные аграрии стараются помочь новоселам и предоставляют работу. Глава региона встретился и с агжарскими предпринимателями. В ИП Каппес будут делать комбикорм. Пока мощность производства около 300 килограммов в сутки. Планируют увеличить ее в 10 раз. Нам нужны комбикорма, потому что мы будем заниматься животноводством. И уже я по всем районам объезжаю и слышу и вижу, что необходимость в комбикормах у нас будет. Понятно, что с дальних районов люди не приедут, а приедут к вам, который поближе. Хоть небольшой цех, значит, он тоже будет очень нужен. Нам надо заниматься эффективным производством. Эффективно. Поднять производительность труда, поднять урожайность, надой. Мы сегодня можем выходить на 7 тысяч литров от урожайной коровы. А это уже ТО «Талшик-Астыкагра». Оно находится в райцентре. Посевная площадь товарищества больше 40 тысяч гектаров. Емкость хлебоприемного пункта свыше 200 тысяч тонн. Есть 4 зерна сушилки. Активно развиваются агропромышленные комплексы у Алихановском районе. Первым объектом здесь стал хлебоприемный пункт «Северная Нива». Площадью 250 квадратных метров. В прошлом году здесь приняли порядка 27 тысяч тонн зерна. Отсюда продукция ушла на экспорт в Таджикистан и Россию. На встрече с главой региона у Алихановцы отметили, благодаря государственной поддержке справляются с подготовкой к посевной. Подготовка к посевной идёт полным ходом. Семена есть, дистопливом тоже запаслись. Государство помогает субсидиями. С этого года семена элиты субсидируются. Цена снижается. На наших опытных станциях заготавливают порядка 11 тысяч тонн семян. Нужно увеличивать. Тогда и урожай будет хорошим. Побывал глава региона и фермерском хозяйстве «Жолдасбай Агра». Это один из главных поставщиков племенного поголовья для хозяйств и личного подворья района. В прошлом году фермеры реализовали 250 голов караэ с породы ангус. На мясо продали 75 голов. Занятие животноводством – прибыльное дело. Чтобы содержать тысячу голов крупного рогатого скота, нужно 20 рабочих мест. Вот сколько человек трудоустроены. Они платят налоги. Что мы ещё можем предложить на селе? Нам необходимо развивать сельское хозяйство. Завершилась рабочая поездка Кумара Аксакалова встречей с общественностью Олихановского района. Режим ЧС объявлен в районе имени Габита Мусрепова. За минувшие выходные там в трёх населённых пунктах подтопило больше 235 домов. 580 человек эвакуировали в безопасные места, 110 из них – дети. Сейчас вода из села Рузаевки почти ушла. Местные жители возвращаются в свои дома. Но вот для семи семей эта весна принесла серьёзные проблемы. Их квартиры разрушены. Помощь пострадавшим оказывают местные власти. Спасатели из Петропавловской и соседнего Айртаусского района. По официальным данным, вода пришла с полей. Без того непростую ситуацию усугубил проливной дождь. Из-за разлива реки Джимбарак, которая впадает в реку Шарык, произошёл резкий подъём уровня воды на 9 метров. Кроме того, размыло две дороги к селу. 17 мм по району выпала осадка, при норме 27 мм. Это спровоцировало скопление вод и накопление аккумулирования её в руслах рек. Реки вышли из берегов, в результате чего мы получили потопление. Вчера работали здесь всю ночь и в течение дня работали службы экстренного реагирования района. Цели и задачи были не допустить гибели людей, эвакуировать животных, принять меры по минимизации ущерба. С завтрашнего дня начинает работать комиссия, которая будет определять ущерб. На ликвидацию в районном бюджете у нас было заложено 46 млн. тенге. На сегодняшний день порядка 22 млн. свободных остатков. Эти деньги будут направлены на ликвидацию. Мы предполагаем, что этих денег, возможно, будет недостаточно. Будут дополнительные деньги выделяться. Подробный репортаж о паводковой ситуации в районе имени Габита Мусрепова вы увидите 18 апреля в наших выпусках новостей. К другим темам. Больше полумиллиона цветов высадят этой весной в Петропавловске. На улицах областного центра появится 16 тысяч квадратных метров клумб. Больше будет и деревьев. Об этом глава города Марат Асмаганбетов рассказал на заседании в областном Акимате. Новую концепцию озеленения и благоустройства города Аким региона Кумар Аксакалов одобрил. Как изменится Петропавловск летом 2017-го узнаете прямо сейчас. Первый субботник прошел и результаты налицо. Сделать город чище и красивее в короткие сроки реально. Но эту задачу должен поставить перед собой каждый петропавловец. Первый субботник у нас прошел в прошедшие выходные. Следующий у нас 22-го и 29-го. Понятно, что эти субботники не должны ограничиться только вот этими датами. Эти субботники и инициативы трудовых коллективов, граждан, они должны проходить постоянно. Новый облик город должен приобрести к майским торжествам, говорит Кумар Аксакалов. Необходимо также продолжить традицию отмечать праздники во дворах областного центра, как было в этом году на Наурыз. КСК должны сами, вот, своими руками, за счет жителей, так, подремонтировать свои дома, свои дворовые территории. Не за счет государства. Мы даем, там, бордюр надо будет, значит, где-то что-то еще надо будет сделать, да, возможность, этот материал. Но поставить его могут, я думаю, что сами жильцы. Вот то, что делается своими руками, оно всегда лучше и дольше служит. К 1 мая мы должны все свои тоже дома привести в порядок. Сделайте это хорошей традицией. В праздники Наурыз и 1 мая встречать во дворах. Людей надо объединять. Коммунальные предприятия города уже занялись выкорчевкой старых деревьев. На их месте посадят новые. Озеленение в этом году приобретет широкий масштаб, говорит городоначальник. На основных магистральных улицах высадят 17,5 тысяч саженцев. Порядка тысячи из них в микрорайоне береги. На сегодняшний день, значит, сделана сегментация посадочного материала. 17 500 штук. Из них сосна будет составлять 7,5 тысяч. Тополь перминентальный 2 тысячи. Рябины 2 тысячи. Яблони 2 тысячи. Лип по тысячу. Березы 3 тысячи. Поэтому, в соответствии с вашим поручением, на сегодняшний день проведена первая посадка. Как вы сказали, 15 апреля в день субботника было высажено 2 тысячи саженцев. На 25 километров увеличится длина живой изгороди. А еще на четверть больше станет ярких клумб. Всего 16 тысяч квадратных метров. В теплицах уже ждут своего часа 530 тысяч саженцев сальвии, шафрана, петунии и тагетиса. Если погода не подведет, то к майским праздникам эти яркие цветы появятся на улицах Петропавловска. Большие планы намечены и по благоустройству центральной улицы города. От улицы Пушкина до улицы Жумабаева, от Жумабаева до улицы Мира, от Паркова до улицы Уэзова. От Уэзова до Стелли Независимость и площадь перед городским макиматом. Будет проведена замена вручатки на площади 24 тысячи квадратных метров. Сегодня утвержден тип, это клевер, будет выпускаться на предприятиях города Петропавловска. Потрудятся местные предприниматели и над созданием новых лавочек для города. Их установят дополнительно 32 штуки. Столько же появится и урн. Завершат проект по благоустройству новые модели уличных светильников. Кстати, использовать в них будут энергосберегающие лампочки. Ксения Куценко, Жулызбек Ермуканов, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. Школьники, студенты, госслужащие. В минувшие выходные горожане объединились в борьбе с мусором и прошлогодней листвой. Больше 32 тысяч петропавловцев приняли участие в благотворительном субботнике. Собрать удалось 9 миллионов тенге. Половина суммы останется в трудовых коллективах, а вторая часть пойдет на счет городского совета ветеранов для оказания помощи пенсионерам и инвалидам. Работала в этот день и наша съемочная группа. Алина Брыжанова с подробностями. В благотворительном субботнике принимают участие школьники, студенты, заводчане и все те, кому не безразлично, как выглядит их город. Несмотря на дождь и ветер, с самого раннего утра тысячи горожан вышли на уборку улиц областного центра. Весело, дружно и энергично уборкой прилегающих территорий занимаются ученики 10-й школы. Убирают полисадники и тротуары. На субботник вышло несколько сотен человек. Мы можем просто выйти полчасика поработать, чтобы с понедельника начать ходить в чистую школу и у всех было хорошее настроение. Благоустройством города занимались и коммунальные службы. На этом отрезке улицы Карима-Сутюшева посадят 50 сосен. Всего в этот день количество вечно зеленых в городе увеличилось почти на 2000. Парковое, Муканово, Уалиханово, Кизатово в рамках трехмесячника новые деревья появятся во всех районах города. Предприятием ТО «Коммунхоз» планируется произвести посадку сосен в количестве 200 штук по улицам Валиханово, Карима-Сутюшева. Также управлением природных ресурсов и природопользования выделены 1200 саженцев учреждением образования, здравоохранения для дикой яблони, черемухи, березы, для посадки на собственных территориях и прилегающих территориях. А вот те, кто не занят на работе и в школе, в этот день взялись за уборку дворовых территорий. В кооперативе МИК 6 домов, но фронт работы у них небольшой. Благоустройством двора жильцы занимаются постоянно. На субботник вышли около 30 человек. Собрали мусор и можно приступать к побелке деревьев. На сегодня у нас уборка сухих листьев, возле мусорки, стекла побитые, все это вымели. Побелка деревьев и покраска малых архитектурных форм. Жильцы принимают активное участие, поэтому свой двор, мы живем в этом дворе, поэтому нам любо-дорого, чтобы во дворе было всегда чисто, красиво, уютно. Всего в благотворительном субботнике приняли участие около тысячи рабочих коллективов и более 32 тысяч петропавловцев. В уборке территории задействовали 22 единицы спецтехники. С улиц, скверов и парков они вывезли 410 тонн мусора. Благодаря активному участию горожан удалось собрать 9 миллионов тенге. Половина суммы останется в трудовых коллективах, а вторая часть пойдет на счет городского совета ветеранов для оказания помощи пенсионерам и инвалидам в преддверии 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Алина Боржанова, Тимур Ахматулин, новости МТРК. Православные и католики отмечают главный религиозный праздник – Пасху. В ночь субботы на воскресенье во всех церквях прошли божественные литургии. День воскрешения Иисуса считается в христианстве началом новой чистой жизни. Встретить ее в Вознесенском храме собрались сотни прихожан. Радость с ними разделила и наша съемочная группа. На улице дождь, но это никак не омрачает этот великий праздник. Сегодня у православных христиан главное воскресенье года. Ровно в полночь начнется божественная литургия, а пока собираются прихожане. Храм уже переполнен, в зале царит необычайная атмосфера радости и волшебства. Оружием печали растерзаются люди, но воскресни, я куда возвеличуся. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Много цветов, свечей и запах ладана. Священнослужители в праздничных нарядах – полный храм прихожан. Так в Вознесенском соборе готовится к воскрешению Иисуса. Невидимое его присутствие здесь чувствует каждый истинно верующий. Пасха прежде всего – это обновление каждого человека. Пасха – это тот день, когда христиан ставят перед собой рубеж. Вот вчера была у меня жизнь с ошибками, а вот теперь в следующем году после Пасхи я постараюсь ее прожить более достойно. Православной церкви одним из главных дней в году считается Пасха. Это слово означает «переход». Воскрешение Сына Божьего стало для людей символом новой жизни, веры и спасения. Поздравить христиан с праздником пришел и Аким области Кумар Аксакалов. По традиции главе региона подарили пасхальное яйцо. Сердечно поздравляю всех с великим праздником Пасхи. Этот великий праздник олицетворяет самые высокие духовные ценности. Он объединяет миллионы людей, сердца которых наполняются по-особому теплотой и радостью. Сегодня многонациональный народ Казахстана действительно показывает всем пример сохранения мира и стабильности. Мы вместе празднуем все праздники. И Великую Пасху, Хурбанайт, Рождество Христово. Праздники, они не имеют национальности. Праздники не имеют границ. Все они общечеловечны. И это все благодаря нашему толерантному многонациональному народу, который чтит и ценит мир и согласие. И, конечно же, благодаря политике, мудрой политике президента нашей страны, которая идет на сохранение и на консолидацию нашего общества. Я хочу поблагодарить батюшку за ту работу, которая проводится Русской Православной Церковью, за сохранение диалога и укрепление диалога межконфессионального и межэтнического. Это очень дорогого стоит. Богослужение продолжилось на улице. К встрече со спасителем православные готовились 40 дней. Соблюдали строгий пост. Но главное, говорят они, не только воздерживаться от животной пищи, а очистить свои мысли и душу. Это главный праздник. То, что обязательно приходить надо в церковь. Я желаю всем здоровья, добра, чтобы все никогда не болели. Праздник весны, добра, счастья. Ну, в общем-то, любви. Всем мира и согласия. В жизни каждого человека он играет какую-то роль. После течения этого праздника человек становится чище. Более активный, старается не нарушать заповеди Господа. Церковное празднование длилось до раннего утра. Кстати, в этот день Пасху отмечали и католики. Они ведут летоисчисления по григорианскому календарю, а православные по юлианскому. Поэтому такое совпадение случается редко и считается хорошим знаком. В следующий раз вместе печь куличи и красить яйца христиане будут только в 2025 году. Жан-Сулут Астемирова, Тимур Рахматуллин, Рустам Тлеужанов, Новости НТРК. Вместе с православными христианами Пасху отмечают и католики. Настоятель прихода Святая Троица посетил собор Вознесения Господня и поздравил прихожан со светлым Христовым воскресением. Ольга Файзулина расскажет подробнее. По случаю Пасхи около собора Вознесения Господня проходят массовые гуляния. Праздник открывает сводный хор Петропавловской и Булаевской епархии. Со светлым Христовым воскресением прихожан поздравил епископ Владимир. Каждый раз, когда начинают таять льды и снег, мы начинаем великий труд, потому что бы растопить лед, который находится в нашем сердце. Для этого установлен великий пост. А пост – это прежде всего смирение своих страстей, работа над собой, возвышение своего духа для того, чтобы в конце поста достойно встретить праздник Пасхи Господней. Пожелания мира и добра звучат и от представителей других конфессий. Разделил пасхальное торжество с православными христианами настоятель римско-католического прихода Святая Троица Томаш Якубчик. Главный религиозный праздник в этом году у них выпал на один день. Хочу пожелать вам такой крепкой веры в это воскресенье, потому что если будет вера, что Иисус воскрес из мертвых, не будут страшны вам никакие болезни, проблемы, ничто. Потому что у вас будет надежда, что есть жизнь вечная. Для гостей праздника подготовили угощение на любой вкус. Импровизированный стол накрыли для 500 человек. Здесь даже есть полевая кухня. На приготовление каши ушло 100 килограммов гречки. Тушенка придала ей сытность и аромат. К празднованию в епархии покрасили около тысячи яиц. Угощали ими всех желающих. А это лакомство особенно любят дети. Сладкие куличи – главное пасхальное блюдо. А еще для школьников подготовили развлекательную программу. Одни раскрашивали тематические пасхальные картинки, другие мерили силой. Праздник удался, говорят прихожане. Его посетили не только жители Петропавловска, но и гости из России. С Омска сами. Хотим вам большого счастья. Хороший у вас праздник. Все у вас красиво, чисто, хорошо. Вообще молодцы, так организовали. Для детей столько сегодня конкурсов. В завершении торжества в небо запустили связку шаров с апостольским приветствием «Христос Воскресе». Ольга Файзулина, Жуды Сбекер Муканов. Новости МТРК. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами. Впереди еще много новостей. Редактор субтитров А.Семкин разбудили, накормили, предоставили интернет и спутниковое телевидение. На протяжении более 17 лет компания «Паркхаус» помогает в решении этих вопросов. С помощью комфортных апартаментов помогает людям чувствовать себя, как дома. Набираться сил к следующему дню. Отдохнуть на широкой кровати. Приготовить себе еду. Пользоваться интернетом. Принять горячую ванну. Наслаждаться просмотром любимых передач за кружкой горячего чая. Все, что вам нужно, это просто зайти на сайт parkhouse.kz и забронировать себе квартиру онлайн на нужное время и дату. Гостиничная компания «Паркхаус». Будьте как дома. Вы смотрите новости и мы продолжаем. В громком преступлении, которое в октябре прошлого года прогремело на весь Казахстан, наконец поставили точку. В Петропавловске вынесли приговор подсудимым по делу Игоря Нанаева. За жестокое избиение баскетболиста пятерым фигурантам дела вынесли приговор. Сколько проведут за решеткой молодые люди, расскажет Ольга Файзулина. В городском суде завершили рассмотрение громкого дела об избиении баскетболиста клуба «Барс» Игоря Нанаева. После той роковой ночи он скончался в больнице, не приходя в сознание. Обвинительный прокурор просил назначить подсудимым от 8 до 11 лет лишения свободы. На скамье подсудимых 5 человек. Единственный, кто признал свою вину в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть, был 22-летний Динаш Кайбаров. Ему назначили 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Остальным на год меньше. Значит, Аскерову наказание по статье 293, часть 2, пункт 1, 2 в виде 2 лет лишения свободы, по статье 106, часть 3 ГРК в виде 8 лет лишения свободы, окончательно назначить 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 8 лет проведет в колонии и Бауржан Макатов, несмотря на то, что после примирения сторон с него сняли обвинение по одной из статей. В солидарном порядке с осужденных взыскали около 3,3 миллионов тенге в качестве компенсации материального ущерба и морального вреда. Родственники и друзья осужденных в зале не могли сдержать слез. Решение суда им показалось очень суровым. Вверх пойдем мы. Никакой. Я завтра поеду в Астану. Адвокаты подсудимых собираются подавать апелляцию. Мы считаем, что осудили неверно, незаконно, то есть без доказательств на то. Как мы уже говорили, есть лица неустановленные. Когда имеются лица неустановленные, если говорится о группе лиц, неустановленные лица, вопрос возникает. А не они ли? Не от их ли удара был погиб Нанаев? Приговор в законную силу пока не вступил. У подсудимых есть 15 дней для его обжалования. Ольга Файзулина, Жултсбекер Муканов, Новости МТРК. Лед на реке Ишим с каждым днем становится все тоньше. Но это не пугает любителей зимней рыбалки. Зато настораживает спасателей. Они усиленно патрулируют прибрежную территорию и проводят профилактические беседы с рыбаками. На одном из таких рейдов побывала наша съемочная группа. У любителей зимней рыбалки остались считанные дни. Сюда уже активно идет вода Сергеевского водохранилища. Но и сейчас рыбачить небезопасно. Лед тонкий и рыхлый. Как вы видите, у берега он уже отошел. На этом участке наиболее безопасно. Лед толщиной в 25 сантиметров выдержит не только меня, но и легковую машину. Но это зимой. Сейчас лед рыхлый. Подводное течение в любой момент может привести к его разлому. Об этом рыбаков предупреждают спасатели, рассказывают им о мерах безопасности и раздают памятки о правилах поведения на льду. Мы еженедельно проводим профильские мероприятия вдоль реки Ишим, предупреждаем, раздаем памятки, буклеты о том, как себя вести в тех или иных ситуациях, если любители зимней рыбалки, а рыбаки попадают в экстренную ситуацию. Также мы раздаем телефоны доверия, телефоны 112, телефоны 101. Чтобы добраться до рыбаков, спасателям приходится переходить через реку. Инструктаж получает и Анвар Самигулин. Этим промыслом он увлекается уже больше полувека. Удил рыбу почти на всех реках Советского Союза. Габарит всегда соблюдает правила безопасности и старается следить за другими рыболовами. Не боитесь, что лед тонкий? Нет, не боюсь. Если что, я буро раскрою. Если провалюсь, буро упорется. У меня еще ломник маленький есть, продолбить можно. Беревка есть. Профилактические рейды проводятся по всему побережью Ишима. Усиление работы свело к минимуму несчастные случаи на реке, говорят спасатели. За последние два года таких фактов во время зимней рыбалки не зарегистрировано. Жан Сулута Стемирова, Желудозбек Ермуканов, Новости МТРК. Погода никак не может успокоиться. Ветер, буквально сбивающий с ног, пока еще будет бушевать в Северном Казахстане. Штормовое предупреждение распространил областной филиал Казгидромет. Во вторник, по данным синоптиков, на территории области ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 25 метров в секунду. В связи с этим спасатели рекомендуют быть осторожными, проверить исправность электросетей и печей в жилых домах, под особый контроль взять детей и пожилых людей. В завершении выпуска о спорте. Открытое первенство страны по футболу стартовало в Петропавловске. В этом году в нем участвует рекордное количество команд – 20. В первый день сыграли 4 из них. Открыли соревнования Таймаса-Динамо. Последние сразу же взяли инициативу в свои руки и попытались пробиться к воротам соперника. Удалось им это не сразу. Вскоре оборона дала сбой. Динамовцы открыли счет, но соперники быстро сравняли цифры. Игра шла на равных и закончилась ничьей 2-2. А вот в противостоянии «Легион» и «Локомотив» сильнее оказались первые. Они победили со счетом 4-1. Напомню, соревнования проводит филиал молодежного крылажа «Сатан» совместно с городским отделом физкультуры и спорта. Если несколько лет назад участвовало не более 10 команд, то в этом году уже количество участников возросло. Это уже 20 команд. За сезон будет сыграно более 200 игр. Это были все новости на сегодня. Смотрите МТРК, будьте в курсе событий. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok